Почему продукцию Apple запретят продавать? Робот-гуманоид, точно копирующий мимику человека, и беспилотник, обучающий роботов ходить. Это телеканал Atmaking Business. Вы смотрите программу IT News. О самых интересных событиях в сфере IT-индустрии не только расскажу вам прямо сейчас. Меня зовут Талгат Байгужинов. Здравствуйте. И мы начинаем. Уже этой осенью корпорация Apple представит новенькие смартфоны, среди которых появится по неподтвержденным данным 512-гигабайтная версия айфона. Омрачают предстоящую презентацию ответные санкции Турции в адрес США. Накануне Реджи Пардоган обвинил американских и других иностранных инвесторов в резком падении курса турецкой лиры, которая за последние пять дней потеряла в цене почти 25%. Столько же, сколько за весь последний год. Более того, турецкий лидер заявил, что страна начинает бойкот американской электроники. Цитата. «Мы будем бойкотировать все электронные товары производства США. У них есть айфон, но на другом конце мира также производят Самсунг. А у нас самих есть Венус Вистель. Мы введем эти ограничительные меры». Конец цитаты. Вистель – это турецкий производитель бытовой электроники и товаров в сфере информационных технологий. Это один из крупнейших продавцов телевизоров в Европе под маркой Вистель, а также он продает холодильники и другие товары. Несмотря на то, что основная доля продаж яблочной продукции приходится на Китай, ситуация может навредить общей картине числа продаж на фоне осеннего старта. Напомню, отношения между Анкарой и Вашингтоном ухудшились с тех пор, как администрация президента США Дональда Трампа на прошлой неделе ввела санкции в отношении министра внутренних дел и министра юстиции Турции. Эти меры последовали за отказом Анкары освободить американского пастора Эндрю Брансона, которого в Турции обвиняют в терроризме. Следующим этапом после создания искусственного интеллекта является его очеловечивание. Основной сложностью в разрешении этой проблемы является слишком скованная мимика роботов. Инженеры со всего мира не оставляют попыток сделать железного человека идентичным живым людям. Компания Simulating Emotion Expression Robot представила новую разработку – маленькую гуманоидную голову, умеющую зрительно контактировать с живым человеком. Новинка, представленная в Ванкувере, умеет точно копировать эмоции того, кто находится перед ней. Эта функция осуществляется посредством камеры, которая распознает и отслеживает мимику в режиме реального времени. Разработчики поясняют, что сделать это довольно было непросто, но им это все же удалось. Выглядит эмоциональный робот немного жутковато. На данный момент это всего лишь разработка, но созданная технология должна помочь в интеграции с виртуальными помощниками уже в ближайшем будущем. Чем это обернется в итоге, не берутся сказать даже опытные эксперты. Роботам научиться ходить гораздо сложнее, чем людям. Хотя бы потому, что у них отсутствует вестибулярный аппарат. Японские инженеры разработали систему, которая должна научить роботов самостоятельно передвигаться. Созданный ими робот-дрон выглядит не очень впечатляюще, в отличие от самой системы. Дрон позволяет роботу не только ровно стоять, но и направляет его траекторию движения в нужную сторону. Искусственный интеллект устроен таким образом, что робот получает пальные вознаграждения в случае, если начинает передвигать ноги одновременно с началом движения дрона. В дальнейшем японские инженеры планируют и дальше разрабатывать эту технологию. Таковы главные новости IT-индустрии к данной минуте. Оставайтесь в курсе событий информационных технологий вместе с нами. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok